Сегодня мы обсуждаем жадных людей, которые хотят отобрать деньги у футболистов, влияние статистических компаний на работу тренеров и что они собираются делать в период простоя, каким образом FIFA собирается спасать мировой футбол, потому что деньги выделили. Мы постепенно усложняем себе задачу и сегодня пригласим в эфир настоящего футбольного скаута, который как раз поможет спорить о том, как сильно нужны футбольным тренерам аналитические программы. Всем привет! У нас в эфире очередной выпуск «Коронабизнеса». За прошедшую неделю у нас прибавилось подписчиков, просмотров, лайков и люди даже стали задавать вопросы, как мы и обещали тем, кто нас постоянно смотрит. Мы на них отвечаем сегодня в конце эфира. Опять мы обсуждаем последние новости из мира спорта, которые то ли есть, то ли его нет, с руководителем Международной школы спортивного менеджмента Максимом Белицким. И опираемся на материалы, которые выходят на сайте sportdaly.ru. Кстати, еще одно наше достижение. Проект «Не один дома», который включил в себя интервью с зенитовцем Алексеем Сетурминым, он, можно сказать, дал дорогу этому футболисту в новый вид спорта. Мы тогда его спрашивали о том, когда он собирается играть в FIFA, потому что уже все, по-моему, кажется, сейчас этим уже занимаются. И он сказал, что намерен вроде как к этому вернуться, хотя ему больше нравится хоккей. Но вот недавно объявили, что он будет участвовать в турнире с европейскими футбольными звездами из Баварии, Ювентуса и прочих крутых клубов. Максим, привет! Неделю не виделись. За это время много всего уже интересного происходит. Самое оглушительное – это то, что вчера выдала Валентина Матвиенко, сказав, что у нас нужно забыть уже про какие-либо поездки до конца 2020 года. Я даже не знаю, насколько люди впали после этого в потрясение, потому что они уже в этом инкубаторном состоянии пребывают несколько недель. И как это отразилось на твоих планах? И как, ты думаешь, это отразится на планах спорта? Ну что, если нас не будут никуда выпускать, значит, что никакой Лиги Чемпионов до конца года не будет. То есть у нас не будет никаких выездных матчей у российских клубов. Ну как плохо, потому что международное соревнование – это реальный показатель силы конкретной российских спортсменов в мире, во всех видах спорта. А что касается личных планов, ну слушай, это же не навечно. Я как-то спокойно это воспринимаю. Но уж покуда сейчас теплая погода начинается потихоньку, как-то больше оптимизма в этом во всем. Ну это у вас в Москве, видимо, теплая погода. У нас пока дует холодный северный ветер. Да, пожалуй, соглашусь с тобой, сейчас стоит сохранять буддизм. Единственное, что вот насчет Лиги Чемпионов, что ее не будет. Ну а почему бы ее не провести на необитаемом острове, как боксерские поединки или поединки по ММА? А их и не проводили, их еще и нет. Поэтому это пока фантазия Дэна Уайта. Хорошая фантазия, но, видишь, не одобрили ничего пока. Вряд ли можно на необитаемом острове. Просто там, где, может быть, не будет там в радиусе двух километров никого. Ладно, смотри. Вот мячик, который в этом году пока еще, кроме чемпионата Белоруссии, больше еще нигде нормально не использовался, насколько я понимаю. Ну где-то, может быть, успел еще. Вот официальный мяч чемпионата Европы. Ну вот вроде бы лед тронулся. Смотри, немцы 9 мая уже практически объявили датой выхода. Ну я, кстати говоря, по итогам пресс-конференции Зайферта в среду они не назвали дату. Я так понимаю, еще докручиваются какие-то установки и регламенты. Но это будет очень сложно сделать. Я представляю себе, через какое количество мороки пройдут футболисты. В чемпионате играть надо, конечно. Да потому что министр здравоохранения, господин Шпан, он уже проанонсировал какие-то страшные вещи, что играть надо будет в масках, брать там, не знаю, анализы друг у друга чуть ли не каждые полчаса. И что вообще чуть ли не решение о начале чемпионата Бундеслиги будет принято именно властями немецкими. Они, конечно, они ДФЛ, они не ДФБ, никем. Ну как? Когда выступали руководители некоторых регионов, выступал министр-президент Баварии и выступал руководитель Северного Ревестфалии, они сказали, что все на усмотрение земель будет. Поэтому пока еще, хотя решение не принято, но есть надежда на то, что все-таки что-то произойдет. Но в футбол в масках играть невозможно. Ты когда-нибудь бегал в маске? Я не бегал, я просто хожу 10 минут до магазина в ней, я дышу, извини, уже такое, дышу собой, и это ненормально. Она просто мешает тебе жить, не то что там играть в футбол, а с ней бегать. Еще и смотрите, что она с вас не слетала. Я бегал в морозную погоду в шарфе, натянутом на рот, и я как бы очень долго не протянул, я просто задыхаться начал. Шарф он был, конечно, не такой тонкий, как маска, но тем не менее, в маске играть невозможно. Ну вот Хавбек Айнтрафта, Доминик Корр, материал на Sports Daily.ru у нас вышел на эту тему, уже сказал, что я не знаю, как это возможно. Ты сильно потеешь, и маска будет мешать. Он не думает, что такой вариант возможен. Кстати, потому что Земли будут принимать решения немецкие, но так же было и при закрытии, да, то есть там последовательно все пошло. Сначала Райан Вестфалия, по-моему, занервничала, потом остальные, по-моему, там Зарланд последний сдался, если я не знаю. Ну, Зарланд играет в четвертой лиге, так что их мнение будет спрашивать в последнюю очередь. Четвертая лига, по-моему, играть не будет. Я считаю, что самая большая угроза – это заражение самих спортсменов и членов их семей. Поэтому, наверное, на период игр стоит и членов семей изолировать. То есть игроки тогда должны жить вообще поодиночке. И вот пока они играют и проверяются, пока все нормально, к семьям лучше не возвращаться. Потому что проверять все равно каждые полчаса никого не будут. Будет, естественно, контроль несколько раз в день и температура и всего остального. Уж в Германии-то соблюдать это все будут. Там сразу очень жесткие меры. Вот то, что ты мне прислал статью про испанского врача. Там в самом начале написано о том, что мы не знаем, как мы будем играть. В Германии уже все знают. Главное сейчас, как я понимаю, это получить финальное добро от всех. Именно поэтому 9 мая не утверждено. Но есть еще очень интересный фактор. То, что вчера я читал то ли Daily Mail, то ли BBC. Они сказали, что доказано, что на полноценную подготовку нужно 4 недели. А представь себе, что сейчас происходит в Германии. Вышел в спортбильде материал о том, как работает Кофельд из Бремена. Твой любимый. Они четверками тренируются. Причем, значит, выходят две четверки. Первая четверка это с ним. Вторая четверка это с помощником. Его рабочий день длится 10 часов. Он приезжает на стадион где-то в 7.40. И где-то в 17.40 он уезжает. Я просто себе не понимаю вот что. Двух сторонок нет. Невозможно. То есть как они четверками собираются? Может быть они в мини-футбол сыграют? Вот это будет более реалистично. Дома причем у себя. Где-нибудь в большой квартире. Квартиры большие. Если это можно сыграть дома или на лужайке. Так же, как и, кстати говоря, я закончу. Винченцо Грифо, нападающий Фрайберг. Он говорит, что мы вратарей не видели. Мы не видим вратарей. Они сами тренируются. Ну, видишь, абсурд абсурдом. А вот этот самый испанский доктор, глава Ассоциации врачей футбольных клубов Испании, на статью, которую я тебе послал, тоже на Спортсдейлиру, вышедшая сегодня утром, где приводится его цитата. Он говорит, ладно, как бы, вся эта, ну, это я очень вольно цитирую его слова, что ладно, вся эта клоунада там с масками, там с отсутствием контакта в игре и так далее. Но вы представьте дядек, который 8 месяцев могут остаться без нормальных тренировок. Там же полезут совершенно другие проблемы, связанные с физиологией и с формой. Это не просто там уже, знаешь, как уберечься от коронавируса, чихать в локоть или в подмышку. А уже вопрос в том, что там, ну, если животы не будут появляться, то тело будет совершенно по-другому реагировать. Тут уже совершенно... Паша, слушай, я могу прокомментировать это следующим образом. Начнем с того, что Испания и Италия вообще себе не представляют, как они, в принципе, могут играть в футбол. Потому что это самые пострадавшие страны. А второе, то что вот в этих условиях профессионал, он и проявится. Играть-то будет тот, кто будет сильнее. Это будет очень интересно, потому что посмотрим, вот те самые условные 8 месяцев закончатся, кто будет в стартовом составе, в стартовые 11 игроков, кто войдет вообще. Тем более ты, кстати, вчера вечером, когда мы обсуждали эфир, ты сам поднял, прислал мне ссылку про Вердер Бремен, да, и про высказывание Томаса Реттгермана, это глава правления Дюссельдорфской фортуны, который сказал, что пора потолок зарплат вводить. Но это значит уже по принципу возгласа депутата, да, он кто-то что-то вбросил, и дальше уже либо это будет развиваться серьезно, либо на это все забьют со временем. Но здесь не похоже, что забьют, потому что, скорее всего, в Германии это будет первая страна, где начнутся антикризисные меры с точки зрения экономики. Я совершенно не исключал бы введение потолка зарплат в Бундеслиге, тем более, что Вердер, почему я его упомянул, что он уже готов сокращать на 50% все-таки всем абсолютно зарплаты какие-то. Смотри, какая ситуация. Я тебе скажу, когда житель Германии, да, в какой-то процентной мере, Я въехал в страну в 2011 году, то есть и до сих пор являюсь ее резидентом. Я тебе вот что хочу сказать. Германия с точки зрения цифровизации, она сильно отстает от России. И вот эта вот история, связанная с прозрачностью касс, она весьма неочевидна в этой стране, потому что на уровне государства, на уровне муниципальных всевозможных учреждений, немцы до сих пор присылают письма. Если тебе нужно, например, даже позвонить в банк и сказать, что ты, например, не знаю, лишился работы, то ты должен все равно это прислать в письменном виде, у тебя никто не примет имейл. Это первая история. Вторая история связана с тем, что все-таки у Бундеслиги возможностей очень много, у самой немецкой футбольной лиги, финансово в том числе, чтобы наладить какую-то систему. Ведь тут будет все утыкаться в прозрачность. Можно какие угодно потолки зарплат назначать. Окей, у немцев есть САП. Если это будет внедрять САП, то общественность футбольная начнет орать опять на Хопа. Получается, что опять Дитмар Хоп как ангажированное лицо. То есть нужно какой-то софт независимый, но при этом нужны проверяющие от государства. А как это все будет? Пока очень сложно представить джентльменское соглашение между клубами, я в это не верю. Это должен быть контроль. А может это была контролируемая атака на Хопа перед самым началом уже пандемии, когда чемпионаты уже заняли такую осторожную позицию? Помнишь, сколько его ругали, мягко говоря, на стадионах? Может быть, это было все управляемо и контролируемо, как раз чтобы его от этой кормушки отодвинули? Ну, слушай, в теории заговора тут можно верить-не верить, но я тебе скажу так, что немецкие фанаты, они весьма независимые люди. И может быть, на Востоке есть определенные группы, которые связаны с АФД, с правыми, с экстремистами и так далее. Но все-таки, во-первых, Восточная Германия практически не представлена, кто у нас там играет, кроме Берлина. Но Берлин – это не Восточная Германия, Герта была всегда западной. Серьезный Северский Биргес, с голосистым президентом. Да, и поэтому я не верю в то, что это была спланированная атака. Просто действительно болельщики немецкие, исконно хардкорные, они все-таки больше к левым относятся, чем к правым. Поэтому вряд ли, я думаю, что это будет как-то… имеет запланированную какую-то атаку, характер. Вот ты говоришь, что неизвестно, как через 10, 12, 9, 8 месяцев будут выглядеть составы команд, кто в них будет попадать. Вот буквально за час до нашего разговора появилась новость, что со ссылкой на тренера Шинника Ярослава или Александра Побегалова, что вроде бы как Сорока на хвосте принесла, что 21 июня возобновится турнир ФНЛ. Так вот как, по-твоему, изменятся составы российских клубов? У меня такое ощущение, что никак существенно. Слушай, ну ФНЛ может играть вообще на каком-нибудь искусственном газоне в Турции, да, и не очень прибавится посещаемости от этого. А что касается составов команд, то сейчас многие клубы ФНЛ, они уже сокращают составы или сократили, например, как Химки. Ну, получится именно такая вот трушная игра своими силами. В свое время никто не жаловался, да, в Советском Союзе были очень богатые школы, богатые на таланты, на уровень подготовки. Может быть, у нас там через 5-7 лет тоже будет южная школа, это будет Краснодар или Ростов, Северо-Запад, там будет Питер, Москва, может быть, какие-то сибирские школы появятся. К этому уже давно нужно вести. У нас богатая страна, я считаю, и в любом виде спорта, абсолютно в любом, мы обязаны поставлять качественных спортсменов. У нас просто много людей. Ну, кстати, вот про Турцию смех смехом, а румыны тоже уже чуть ли не туда собираются ехать, доигрывать свою лигу. Что же там за офшорная зона своеобразная такая, что туда все собираются ехать? Там все хорошо? Я просто не очень в курсе Турции. Мы, конечно, могли бы позвать сюда интересных экспертов, кстати говоря, по турецкому футболу, они у меня есть. Я думаю, что, да, там, наверное, какой-то должен быть карантин еще. То есть надо туда приехать, посидеть там на карантине, поздавать тесты, обнаружить, что у тебя все в порядке. И только после этого, ну, представь себе, опять же, тренироваться как? Что это будет за футбол? Это будет футбол, ну, может быть, уровень не сильно выше чемпионата Беларуси. Ну, примерно так оно и будет. Кстати, мы просто сегодня, у нас так уж получается, что повалились вот эти новости о том, как надо по-новому играть в футбол. Еще толком никто не понимает, как это будет выглядеть, но планы уже строят. Ну, это просто какая-то стерилизация тотальная просто идет на данный момент. Так что в другом, в ином ключе мы даже говорить не можем, по большому счету. Максим, ты работал в статистической компании. Сотрудничал с Инстатом, да. Это самая, наверное, большая компания в мире по количеству клиентов. И это отрадно, потому что она чисто российская. То есть это один из немногих вообще российских бизнесов, которые чувствуют себя хорошо, продавая ноу-хау на экспорт. Так, и как они себя чувствуют сейчас? Я подозреваю, что нет работы, нет объемов в силу того, что нет матчей. В чемпионатом Беларуси, Никарагуа и Турканистана, Таджикистана. Сыд сейчас особо не будет. Чем сейчас занимаются люди, работающие в аналитических компаниях? Я знаю не только Инстат, но и, например, их конкурентов Вайскаут. Наш с тобой, кстати говоря, общий знакомый Маркус Мак, он работает в компании Хадл, которая является владелицей компании Вайскаут. И он сидит дома. Он сидит дома, и его назначили недавно на новую должность. Он больше все-таки имеет отношение к медиа, поэтому он поставляет статистику крупным медиакомпаниям. А что касается Инстата, то, насколько я знаю, ребята все на связи с клиентами, очень много делают всевозможных презентаций, очень много ответов на вопросы. То есть каждый менеджер Инстата, я просто и знаю, и догадываюсь одновременно, потому что я знаю, что такое Инстат, не остается без работы, а идет постоянная коммуникация с клиентами. Второе, что они делают, они разрабатывают наверняка вариативные какие-то формы своих продуктов, они докручивают постоянно какие-то вещи, и они не будут стоять на месте никогда. Это частная компания, которая никогда не остановится, не взирая ни на какой кризис. Вот вопрос, ради чего она не остановится. Я сейчас начну потихонечку подключать к нам для реплики в эфир скаута футбольного Дмитрия Нечапаренко, непосредственного юзера, потенциального пользователя всех статистических сервисов, потому что по большому счету спор он до сих пор идет, и после того, как футбол вернется на свои места, когда уж это будет, бог его знает, но тем не менее, он продолжится. Вот это вот выпихивание пятыми точками друг друга с рынка, они будут происходить, тренеры будут говорить, что понятно, что лэп-топщики типа Нагельсмана и тренеры новой генерации, они будут работать в альянсе с аналитиками, тренеры, если таковые еще останутся более олдскульной ориентацией, назовем их, они будут больше говорить, что они работают на глаз. Ну вот я тебе скажу, у меня есть мнение главного аналитика сборной Франции, вообще руководителя отдела Тьерри Марсалека, он сказал в свое время мне, что хороший штаб, он будет пользоваться разными программами и составлять свое мнение, поэтому любая программа это прежде всего сбор, а вот интерпретация, она должна быть в руках серьезных людей уже в клубах, потому что им должно быть нужно в той или иной форме это конфигурировать. Потому что я в данном случае вспоминаю Фабио Капелло, ну дедушка старый, ему сейчас уже все равно, но он не устает в каждом интервью говорить, что у него всегда на первом месте глаза, а на все остальные случаи ему тоже помогают его глаза. В современном футболе невозможно без аналитики, без инстата, вайскаута, без остальных программ, без САПа, потому что чем больше данных, тем профессиональнее должны становиться люди, которые их обрабатывают, интерпретируют. Вот Windows у тебя есть на компьютере, у тебя есть Microsoft Office, Билл Гейтс это все сделал, а уже как ты пользоваться этим будешь, это твое дело. Ну так можно сказать, а по сути дела о любом нововведении, может это все про мартышку и очки, ты же понимаешь, можно их надеть на глаза. Оно двигает бизнесом, но бизнес также должен двигаться сам, а футбол и другие виды спорта сейчас все более и более технологичны, без этого никуда не денешься. Прогнозирование победы за счет анализа лучших физических и психологических качеств, все хотят выигрывать, на результат идет игра, не только творчество, да и футбол стал совсем другой. Безусловно, но иногда просто приводят очень странные примеры в пользу наличия необходимости статистики, например то, что тот же там Memphis Depay, как в одной статье недавно было написано, что вот он очень страдал при Жозе Маурини в Манчестер Юнайтед, что ему нужно было, он все время жаловал своему агенту, что ему нужно бежать вперед, ему нужно пространство для рывков, он должен играть слева, его загружают оборонительной работой. Было долгое описание о том, как анализировали то, где должен, в какие клубы подходит Depay. Но вот ты знаешь, когда я прочитал эти три абзаца, я все-таки так и не понял. Неужели для того, чтобы понять, в чем несчастного проблема Depay была при Мауринио, и что ему подходит клуб Лион в данной ситуации, и опять еще похожих на него, неужели для этого нужны были сильные, супер глубокие статистические исследования? Да, слушай, я считаю, во-первых, человек попал в чемпионат Франции, который все-таки чуть-чуть послабее, чем пример лига, и он стал лидером в Лионе сразу. То есть его не только правильно использовали, но и окружение больше работало на него. Это такая же история, как Смолов и Локомотив. Был Краснодар, стал Локомотив, да, не получилось. А что касается Дутут, тренер, на мой взгляд, он всегда прав, и он отвечает за результат, потому что есть оркестр у дирижера, дирижер сам интерпретирует эту музыку, ту же самую, да, то есть футбол это, по сути, да, чье-то произведение музыкальное, и его нужно просто интерпретировать так, чтобы приносить нужный результат. Так, я вижу, к нам заскочил Дима Нечпоренко, футбольный скаут, работавший в Краснодаре. Дим, вопросов тебе два. Во-первых, чем ты сейчас занимаешься? Точно так же, как и аналитиком, скаутом сейчас делать практически нечего. Если ты, конечно, не отпираешь для нем и награду на никого. Нет, пока конкретики никакой нет, хотя все равно так или иначе идет поиск. Например, я нашел интересного игрока в чемпионате Таджикистана, сейчас по нему работаем тоже. Поэтому все равно работа есть какая-то, но она не прицельная. То есть это так сейчас в общих чертах скорее наброски на то, что будет, потому что общаясь со всеми знакомыми в разных странах, очень сложно с пониманием, когда все стартует, главное, в какой форме. Дима, главный к тебе вопрос, почему тебя, собственно, сюда как джина из бутылки вызвали? Вот мы сейчас с Максимом рубимся по поводу аналитических сервисов. Ты вот эту самую статью про депая, которую мы сейчас обсудили, мне ее вчера скинул, я ее почитал, несмотря на то, что было раннее утро, и глазки не открывались. Вот смотри, ты в своей работе какой процент оставляешь на свои глаза, и в какой мере ты пользуешься услугами вайскаута, инстата и так далее и тому подобное? Мы должны разделить, что все равно пользуемся мы вайскаутом и инстатом в любом случае, потому что даже для глаз это необходимо. Но прежде всего я стараюсь вообще иногда даже закрыть ту статистику, которая есть для первичного просмотра игрока. И я думаю, все равно процентов 80 это глазами. Тем более, если мы говорим про статистику, я думаю, что определенный элемент статистики можно использовать, но она должна быть прицельной, как, например, считается, когда в клубах считается. Это другой вопрос. Но когда она не имеет какой-то целевой направленности, статистика, как это происходит в случае вайскаута и инстата, и делается единообразно для всех, и ее очень сложно трактовать, потому что нужно понимать, в какой системе играет команда, как игрок встроен в эту команду. Потому что даже если посмотреть, вроде бы как, те же инстаты и вайскаут, например, как они рисуют схемы, например, у тех же команд, если мы, кстати, вчера говорим, та же схема у Минска очень сложная, которую, честно говоря, сложно зарисовать правильно. И к тому, что... Гуренко и выгнали, потому что невозможно было понять, как они играют. Возможно. Кстати, в этом смысле вот эта вот, как это выразится, лошадка на колесиках Шрамченко, он очень важен для нее. Но я к чему это хочу сказать, что эти как раз платформы вайскаута и инстата зачастую ошибаются, не только ошибаются, но по-разному трактуют схему. Уж понятно, что статистику они трактуют тогда еще более разнообразно. Поэтому процентов 80 глазами, 20, наверное, что-то подтвердить или опровергнуть или дать какие-то новые вводные для самого себя. Ну или подобных игроков, я так понимаю, отсерчить по одинаковым параметрам, которые нужны. Ну, более-менее для того, это другой путь, я понимаю, о чем ты говоришь, что это скорее путь, который позволяет выбрать определенных игроков для последующего уже анализа. То есть, если ты их просто не знаешь. На самом деле, Максим, кстати, очень хорошо до твоего включения вот это все, вот ушел финтом от всего этого. Он сказал, что действительно все зависит от интеллекта тренера, который пользуется какими-либо данными. Если тренер, давай называть простые вещи, если тренер тупой, он будет пользоваться не теми данными, которые ему нужны и верить всякой ерунде, которые ему могут рассказывать те же объекты. Ну, вот, кстати, еще одну цитату вспомнил Вячеслав Аркадьевич Быков. Тоже мы с ним рассуждали очень много, я его очень хорошо знаю. Он говорит о том, что я получаю информацию, я не смотрю статистику, я решаю направление движения корабля. Все, что мне дают, оно уже взвешено, оно уже посчитано, и я уже тогда принимаю решение. То есть, она, безусловно, говорит, нужна, но не мне, она нужна. Она нужна помощникам, она нужна аналитикам. То есть, это штаб. Я согласен. Но важно то, что должна применяться, на мой взгляд, своя система подсчета, а не какая-то система подсчета, которую единообразно для всех выдают. Потому что тогда эти статистики могут тренеры доверять, или тренерские штабы, и доверять тем людям, которые ее считают. Потому что мне кажется, что в солидных командах сейчас практически никто не будет в собственную статистику считать, верить той, которую дают общие платформы. Ну, либо они покупают просто всякие разные приколы, как, например, вот сборная Франции по футболу, да, сам ездил в Player of Content в свое время, и общался с их главным аналитиком, или он, по-моему, начальник штаба, что ли, сборных команд. Он говорил о том, что мы пользуемся всем, и мы уже свое мнение составляем уже из того, что мы получаем. Невозможно верить, потому что один человек ставит Смолова там налево, другой человек ставит Смолова в центр. Вот и все. Понятно. Ты почему-то считаешь, что там лучше сыграет. Да, я согласен. Но приведу пример, то, что, например, когда я общался с человеком из Вайскаута, который один из руководителей у них по России, еще нескольким странам, и мы с ним просто сидели, и я говорю, а вот этот эпизод как засчитали? Как обводку игроку, который совершал обводку, как удачную? Он говорит, да, даже две, потому что, оказывается, он двух игроков обыграл. Я говорю, то есть, а этому каждому игроку засчитали, то есть, то, что их обыграли? Он говорит, нет. Сейчас посмотрел статистику и сказал, нет. Почему? Потому что одну команду разбирал один разборщик, а другую команду разбирал другой разборщик. Поэтому иногда даже числа не бьются правильно. А если разборщик в дефицитном виде спорта, в том же хоккее или в баскетболе, то там разброс будет еще больше. Это я вот знаю по инстату, то, что там разборщиков нужно учить с нуля. И когда ребята запускали хоккейный продукт, один человек, Илья Буравлев, кстати, наверняка ты его знаешь, Дмитрий, он работал у вас в научном отделе с Ильей Вагиным, он как раз хоккей и запускал, и он мучился просто. Он сидел и учил этих разборщиков целыми днями. Понятно. Интересно, кто учил Сэма Элордайса в свое время, когда к нему пришли люди из статистических компаний. Я представляю себе, что большой Сэм сидел, обедал, так как он наверняка мог это делать. Ему принесли это все, и он сказал, что такое. Ему стали принять, и Сэм Элордайс чуть ли сейчас не главный новатор английского футбола, наряду с Арсеном Вингером, потому что его болтон стал одним из первых футбольных клубов, кто стал этим всем пользоваться. Это дико контрастировало с образом главного тренера, который просто у него такая, вот как у Максима бейсболка, только у Максима его международная школа спортивного менеджмента, а у Элордайса просто такая олдскул. Поэтому любопытно, как это просто зашло, в принципе, когда-то на большую арену. Ты вот в двух клубах поработал основательно, Краснодар футбольный клуб, и сейчас в Латвии работаешь. Скажи, как часто тебе приходится спорить до хрипоты, когда вдруг тебе кто-то из твоих коллег, с которыми ты обсуждаешь трансферы, возможные и невозможные, вдруг тебе начинают доказывать, у него процент отбора высокий, все берем. Ну, вот, кстати, с РФС спортивным директором был момент, когда я просто попытался объяснить свое видение, почему, например, там было центральное изучение, которое очень большое количество выигранных единоборств, мы просто стали смотреть как раз, все-таки очное общение, оно имеет полезную пользу, потому что тогда как раз мы очно общались, и я стал показывать, что он просто не вступает в единоборства, он идет только в те единоборства, которые он знает, заведомо, что он выиграет. И в них у него выигранное количество единоборств действительно очень высокое. Поэтому, нет, здесь, мне кажется, нужно пытаться находить аргументы, но главное быть самому уверенным. То есть любой вопрос, который задается таким образом, должен поставить, прежде всего, может быть, ты неправильно трактуешь, не в смысле сомнений в самом себе, а просто иметь еще один вводный момент, который либо ты потом его отринишь, либо ты еще больше его подтвердишь. Человек, который целый год проработал при Сергее Галинском, не может лгать. Дим, спасибо тебе за реплику, отправляем тебя смотреть матч с Лукс-Белшина. Я вам расскажу попозже. Но спасибо обязательно. Вам хорошо портяться еще. Спасибо. Очень приятно познакомиться. И так же. Я тут что-то как-то на неделе подумал, написал сам себе отрицающий немного материал на sportsdaly.ru про то, как люди нападают сейчас на футболистов за то, что они получают слишком высокие зарплаты. Я не могу сказать, что я в восторге от того, какие зарплаты получают футболисты. Я не могу сказать, что я за то, чтобы они продолжали их получать. Но больно уж, мне кажется, стало это такой ширмой для прикрытия каких-то, может быть, для какого-то неправильного законотворчества и каких-то управленческих решений. Вот потому что как-то странно получается. Те же люди, которые требуют посадить Кокорина, там сколько таких было, 80% населения страны, и они сейчас же говорят о том, что у футболистов нужно отобрать зарплату. Это какая-то немножко нестыковка происходит. Что с этим нужно делать? И действительно ли это поможет стабилизации экономики, если исчезнут агентские выплаты, если урезать деньги футболистам, постоянные и так далее и тому подобное? Послушай, я бы обратился бы к опыту КХЛ. Та же самая страна и, в общем-то, плюс-минус те же самые условия, в которых живут хоккеисты. Но КХЛ с самого момента запуска была едино. И несмотря на то, что некоторые вещи, а это нормально, потому что это жизнь, это бизнес абсолютно не работают, все равно единство КХЛ, оно нерушимо. И как-то люди там более-менее сговорчивые. Если КХЛ говорит о потолке зарплат, если КХЛ говорит о том, что зарплаты надо снижать, потолок надо снижать, то это все делают. Несмотря на то, что одни и те же люди, в общем-то, находятся у руля и той лиги, и РФС, это представители госкомпаний, это представители власти, по большому счету это одно и то же. Еще одна вещь важная, почему нужно смотреть на КХЛ. Потому что КХЛ с самого момента создания прекрасно научилась управлять репутацией. К сожалению, произошло две трагедии в течение жизни КХЛ. Это смерть Алексея Черепанова и трагедия, которая совершенно не укладывается в голове у многих до сих пор. Это то, как разбился ярославский локомотив. Совершенно прекрасными ребятами с канадцами, с чехами и словаками, со шведским вратарем, с немецким защитником. Это действительно то, что многие из нас оплакивают до сих пор. КХЛ жестче гораздо, с одной стороны. С другой стороны, никто не призывает хоккеистам зарплаты снижать. Так почему бы российская премьер-лига, где, кстати говоря, есть люди, которые имеют опыт даже руководства КХЛ, в первую очередь Александр Иванович Медведев, я говорю не то, что это лига, это клуб, ведущий клуб страны, и Александр Иванович это премьер-управленца. То же самое касается Чернышенко. Очень много интересных историй появилось в КХЛ при Чернышенко, больше с точки зрения развития бизнеса. Этими вещами необходимо управлять. Что касается того, нужно или не нужно снижать зарплаты, я считаю, что это должно быть решение не отдельного клуба, локомотива, зенита. Это должно быть решение на уровне государства, на уровне лиги, на уровне РФС, чтобы никто не попал в ситуацию, в которую попал какой-нибудь фарфан. Просто нужна директива. В нашей стране футбол на 85% государственный. Поэтому, чтобы пресечь все разговоры, необходимо просто на уровне какого-то постановления. Ведь у нас вводят карантин государство. Пускай Мишустин скажет, все футболисты должны получать столько-то. Я понимаю, что может быть вмешательство государства в дело РФС, но мне кажется, что это никогда никого не останавливало. Когда Колоскова снимали, его сняли тихо, никто ничего не сказал. Поэтому это вопрос пока, наверное, не приоритетный, что ли, относительно более весомых задач государства, сохранения здоровья граждан. Но к этому вопросу нужно прибегать. Все-таки многие клубы, да, они получают откуда деньги. Поэтому такие вещи нужно решать. И не говорить, нужно сажать или не нужно Кокорина. Это вообще не имеет никакого отношения к делу. Я абсолютно с тобой согласен. А главное, что ведь когда что-то решено на высшем уровне, то это уже невозможно изменить. Я не очень понимаю, почему те же самые правила не применимы у нас к футболу до сих пор. Слушай, я вообще стандарты запустил еще в 2008-2009 году, когда они начали только готовиться к старту. Они сходу запустили такие стандарты, которых до сих пор нет ни в одной лиге России. 150 миллионов FIFA стабилизационный фонд запускает сейчас. Будет по своим 211 членов FIFA. Они будут сейчас раскидывать вот эти спасательные круги для футбольных ассоциаций стран всего мира. Не меньше, чем 500 тысяч евро на брата. Вот вопрос, как они, интересно, будут распределяться? Я так уже коротко запросил в Российском футбольном союзе. А вам дадут что-нибудь? Ничего не знаем пока. Да и вообще, не знаю уж, какая это может быть сумма, но так, чисто ради интереса. По какому принципу это будет происходить? Инфантино тут же сказал, что это за 4 года FIFA просто проявила себя как финансово прозрачный институт, строгая экономика, пропиарился неплохо, честно. Поэтому что дальше с этими деньгами будет? 150 миллионов. Ну, я тебе могу сказать, что на фоне этого решения сразу появились статьи, где было обозначено, что почти 2,5 миллиарда евро находится в резерве от денег, которые получила FIFA за 4-летний цикл. Поэтому 150 миллионов – это только начало, может быть, будет и больше. Ну, на что пойдут эти деньги? На зарплаты, скорее всего. И наверняка какие-то все-таки это будут целевые с точки зрения контроля. Не просто так скинут на счета. Знаешь, как большинство международных федераций работает? Я просто знаю очень хорошо историю с Европейской Федерацией Ганбола. Ведь все призовые деньги, они остаются на специальном счету. Но этот счет-то находится не в России, а этот счет находится в Австрии. То есть Европейская Федерация Ганбола же находится в Австрии. Поэтому там, если нужно заплатить какой-то штраф безакцептным списанием, Европейская Федерация просто оттуда эти деньги забирает. Поэтому просто так вот мы вам сейчас организуем перевод. А вы платите там зарплату? Нет, мы вам сейчас организуем, мы вам сейчас выставим счет, а вы типа нам переведите 500 тысяч, такого не будет. Деньги пойдут, скорее всего, на нужды оперативные, потому что FIFA и так выплаты солидарные осуществляет. Причем туда указано про эти 150 миллионов о том, что никого не будут даже спрашивать, что было сделано. Потому что есть критерии, которые называются Forward 2.0, но эти критерии сейчас не будут принимать свое внимание. Сейчас просто всем перекинул денег. Потому что есть потери. Не играются там матчи какие-то, не будет евро. И смотри, под евро какие-нибудь спонсоры какой-нибудь федерации, они будут наверняка повышать какие-то выплаты. Ну, я говорю даже про евро, это FIFA и UEFA, это разные вещи, конечно, но тем не менее, принцип-то один и тот же будет. Есть потери. И FIFA, ну, как сказать, это политика, почему нет? Это еще началось с тех пор, когда Хуан Антонио Самаранчо в 80-м году пришел ко власти в Олимпийском комитете, и они быстренько заработали первые сотни миллионов от американских телеканалов на телеправах и начали распределять. Причем эта пропорция росла. Она сейчас чуть ли не 70 на 30. То есть 30% всех доходов остается в комитете, и 70 отправляется национальным. Тут то же самое. Это в том числе и легальная борьба за власть. Мы говорили о том, что изменятся составы клубов, мы говорили о том, что статус игроков сильно изменится, тот, кто был звездой, может стать уже сильно не звездой после возвращения, и наоборот. Вот я сейчас тебе зачитаю список самых крутых ребят, которые остаются этим летом без контракта. Вот недавно где-то там английское, по-моему, издание его привело. Туда попал один занятный товарищ, но я его тебе прочитаю последним. Просто все фамилии. Тома Минье, Виллиан, Дрис Мертенс, Эдисон Кавани, Райан Фрейзер, Ян Фертонген, Левен Курзова, Чарльз Рангиз, Давид Силва и барабанной дропе Артем Дзюба. Артем Дзюба, напомню тебе, что буквально там с какой-то ранней осени шли разговоры о его переподписании, что вот-вот Зенит подпишет, вот-вот Зенит объявит, Зенит не объявлял, не объявлял, не объявлял. Так и не объявил. И здесь мне тоже хочется поговорить о теориях заговора. Слушай, ну знали же, а? А я думаю, что если они сейчас выиграют чемпионат, то ему все-таки на старости лет дадут поехать куда-нибудь за границу на пару лет. Ты знаешь, и в этом случае очень показательная история Симака, о котором тут написали, да, про его переход в ПСЖ, что его, вот эти вот, сколько там был, год его в ПСЖ, сезон, он перезапустил его карьеру, и человек играл чуть ли не до 40 лет. Дзюба, насколько я знаю, он достаточно крепкий парень, и мне кажется, что поехать, естественно, его Манчестер не позовет уже, но поехать в какой-нибудь, не знаю, в Вердер-Бремен, мне кажется, что любой футболист мечтает попасть в такую лигу, как Бундеслига, потому что это, в первую очередь, сумасшедший антураж. Человек выходит играть за команду, 81 тысяча в Дортмунде находится на стадионе, либо там, не знаю, 50 тысяч, 57 тысяч в Гамбурге, дай бог, что выйдет он, еще и Гамбург отрекламировал. То есть, я считаю, что в России точно он играть не будет, кроме Зенита. Куда его отдадут? Опять в Арсенал, он уже, кстати говоря, поездил по арендам, он заслужил все, его нужно отпустить в хороший зарубежный клуб, но он и сам должен понимать, что нацеливаться, как Аздоев, на топ-клуб не стоит. Ну, он человек не глупый, своеобразный, но не глупый, поэтому, думаю, понимает. И к тому же, что же плохого поехать в Бремен и питаться вот этой энергетикой, которую трибуны Бундеслиги дарят, но здоров. Это же кайф. Свободным агентом, если человек заработал уже как герой России, который там добился результата со сборной чемпионата мира, который заметную роль играет в стране, в национальном чемпионате, но он должен сам понимать, что есть продолжение карьеры. Он не сможет уже зарабатывать столько, сколько он зарабатывает в Зените. Нужно просто садить пыл и ради футбола еще пару сезонов поиграть, а потом вернуться, может быть, поиграть за какой-нибудь клуб ФНЛ. Максим, мы с тобой теперь крутые, нам стали задавать вопросы по итогам выпусков. И вот два из них я обещал на них ответить, что мы ответим в третьем. Отлично. Вот такой вопрос, давай делать поправки на то, что они разные. Ставлю футбол Белоруссии зарабатывать больше сейчас, может быть, это план Батьки, чтобы подзаработать денег? Я бы предположил еще одну версию, что это план Батьки, чтобы Грузию в стыках обыграть, когда Грузия выйдет вот с такими животами после карантина, а белорусы такие будут в полной форме. Но это уже так. Насколько я знаю, результаты национальной сборной последнего цикла, они вызвали очень серьезное раздражение президента республики. И как это бывает со всеми федерациями, с хоккеем, с гандболом, которые хоть сколько значимы, все получили очень сильно по шапке и всем пригрозили очень большим пальцем. Поэтому в этом отношении Александр Григорьевич вообще человек очень умный. Посмотрите, как он проявляет себя даже в тех же условиях украинского конфликта и во многих других. Хитрый, гибкий, умный человек. Поэтому это тоже справедливое замечание от слушателя. Вторая история это то, что если есть менеджеры нормальные, тут понимаешь, это же ведь дерево посадили, вот играет команда, играет лига, вернее, и смотрят на нее в Австралии и в других странах, делают ставки, но надо этим воспользоваться. Вот я очень надеюсь, что в белорусском футболе есть светлые головы, а если они хотят на какие-то вопросы получить какие-то конкретные ответы, то они могут обращаться вот сюда. И с удовольствием мы им подскажем, они очень все хорошие люди и они рвутся к знаниям, это я точно знаю. Ну, кстати, я хочу сказать, что после прошлого эфира человек уже один обратился, спросил, уточнил про программу международной школы спортивного менеджмента и вышел, я так знаю, на Максима уже и вроде о чем-то там с ним поговорили. Да, большое спасибо за то, что вообще такая возможность есть, я готов делиться, я очень люблю делиться и хочу, чтобы это не было таким формальным, поэтому мы стараемся как-то анализировать, что происходит и давать какое-то взвешенное мнение. Опасно говорить в условиях кризиса, Максим, что ты готов делиться, люди это запомнят. Если клубы Сибири и Дальнего Востока вывести в отдельную ассоциацию, это вопрос от Василия Еремеева, вывести в отдельную ассоциацию, то они могут играть по системе весна-осень и играть в азиатской лиге чемпионов. Вот такой вот вопрос. Конечно, в этом есть здравый смысл, но я считаю, что я опять-таки опираюсь на мнения и специалистов, и очень интересные мнения в прессе, в том числе их довольно много бывает. Можно ведь сделать две вещи, субсидировать детско-юношеские школы государством и субсидировать авиабилеты. Тогда команды будут играть в нормальных условиях на уровне чемпионата России. Почему? Потому что все-таки одна страна, ну и, скажем так, разницы большие во времени есть и в НХЛ, и в НБА. Почему-то там как-то эту историю решают. Там четырех-пятичасовые разницы есть, перелеты огромные из Ванкувера в Вашингтон. Тем не менее, все-таки как-то лига существует, а это частная лига. Значит, там можно, у нас тоже можно придумать разумное решение. А разумное решение у нас придумывать умеют, я считаю. Ну что ж, мы какие-то сегодня с тобой получились совсем с предыдущими двумя выпусками. Как-то то ли мы уже устали быть грустными все вместе, то ли уже действительно переключились на то, что будет, а не то, что есть, и тем более, что было. Я тебя очень благодарю за беседу. Взаимно. Давай хулиганить дальше и через неделю встречаем. Всем спасибо, кто нас смотрел. Остается только ставить лайки, подписываться на канал и задавать вопросы, на которые мы теперь будем все время отвечать. Слухов о возобновлении той или иной футбольной лиги, спортивных мероприятий все больше и больше, конкретика тоже прибавляется. Поэтому тем масса. Ждем вас всех, подписывайтесь и пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok